Здравствуйте! В своё время ТРН-ТА3 мне понравились. Это хорошие, интересные наушники, пусть и специфические, но настроены они хорошо и своего слушателя 100% найдут. Поэтому, естественно, с теплом ждал ТА4. Блин, я понимаю, что когда у меня такое начало видео, то там дальше начнётся вот какая-то фигня. Здесь прям фигни не будет. То есть всё равно это интересные наушники, но со своими нюансами. Поэтому распаковка характеристики и потом будем говорить про звук. Тайм-коды есть в описании. Комплект у наушников приятный и начинается всё с кабеля. Это не как у КЗ что-то тоненькое, неприятное и что сразу же хочется заменить, а вполне себе адекватный, мягкий, хороший кабель. И плюс, ко всему прочему, со съёмными коннекторами. В комплекте есть как 3,5 мм классический, который сразу же надет на наушниках. И в том числе отдельно запакованный в пакетиках на 4,4 и 2,5 мм. Казалось бы, мелочь, но настолько уже приятный. И особенно для тестирований это хорошо, потому что можно тестировать источники, смотреть, как они звучат с балансного и небалансного выхода. Для меня это прям киллер фича такая своеобразная. По поводу амбушюр также несколько комплектов. Можно что-нибудь подобрать под себя легко, но казалось бы, подобрать можно, но звуковод здесь прям толстый. Он очень толстый и в моём случае посадить наушники проблематично. Те же TA3 почему-то у меня садились нормально и никаких проблем там не возникало. Сейчас у меня либо же уши изменились, либо же ещё что-то, но пока что не получилось их посадить так, как мне бы хотелось. Лёгкий дискомфорт всё равно остаётся. По поводу коннекторов это Tupin, абсолютно классика. И по своему размеру наушники, хоть и не самые маленькие, но их можно отнести к среднему. Сделаны эргономично правильно, есть небольшой такой подъём, который нужен для того, чтобы наушники лучше садились вам в ухо. То есть сделаны под анатомию человеческого уха. Фейсплейты симпатичные, то есть как-то на камеру, что я фотки делал, что сейчас снимаю, но оно выглядит как-то немного странно. Вживую всё-таки намного интересней, намного лучше. Поэтому визуальная составляющая наушников, однозначно лайк, но вот за звуком вот он ещё и не снимается и никак. Не поменяешь его на другой. С учётом того, что у меня ухо среднего размера, точно не маленькое, ближе даже к большому, это уже создаёт трудности. В небольшом корпусе уместилось два динамических излучателя, 10-мм и 6-мм, а также два арматурных. Сопротивление при этом 20-мм, чувствительность 105 дБ. И из интересного, что хотелось бы добавить, это съёмные штекеры. В принципе, во время распаковки вы их видели, но это очень приятно, что присутствует не только стандартный 3,5, но и 4,4 и даже 2,5 мм, который всё ещё актуален. Потому что куча старых плееров, старых ЦАП-усилителей всё ещё используется, и для них этот разъём порой спасительный. В остальном, всё, что можно было увидеть, вы уже увидели. Единственное, что вес, возможно, кому-то будет полезен 5,7 грамм. И, честно сказать, я до сих пор не понимаю, в чём реальный смысл подобного в подобной части видео, где вот надо рассказывать про какие-то характеристики. Но вроде как людям это нужно, это просили, стал это делать, стал заниматься поисками смыслов, но пока что ещё не нашёл. В некоторых случаях, да, действительно это полезно, но за некоторую сумбурность этой части видео я извиняюсь, потому что я делаю что-то по наитию, по какой-то интуиции, которой в этом вопросе особо нет. Я не знаю, с чем это связано, но нормально посадить в ухо ТА4 оказалось намного сложнее, чем ТА3. Хотя размеры корпуса одинаковые, звуковод одинаковый, амбушюры всё равно я ставлю свои. Но сейчас я перепробовал 7 пар, но вот такой полноценной посадки, чтобы ты надел наушники и пошёл там заниматься своими делами, пока мозг адаптируется к их подаче. То есть такого не было, поэтому приходилось ровненько сидеть и вот слушать без лишних каких-то движений. То есть нормальная пассивная звукоизоляция была, но такой прям надёжности не было. Итого, по звуку, они очень схожи с своим предшественником ТА3. Вроде как добавили арматурный излучатель, это должно как-то вот повлиять сильно на звучание, но по памяти это, в общем-то, один и тот же звук. Это очень интересные низкие частоты, благодаря тому, что используются два динамика разного диаметра. Они, в общем-то, хорошо согласованы, но всё равно чувствуется, что бас какой-то необычный. Он звучит не так, как в других наушниках. В плохом смысле это сказывается в том плане, что нет какой-то прям полноценной собранности, нет такой чёткого прям разделения планов. Но всё равно детальность хорошая для своего бюджета, простительная, и плюс всё это звучит по-хорошему музыкально, драйвово, с хорошим ударом, с хорошей глубиной. То есть бас здесь хороший. Он не сильно влияет на другие частоты, он не создаёт собой какой-то там особенной подачи, просто звучит хорошо. Хорошо, середина, она вроде как хорошая, тут очень сложно с ней было определиться. Я думал о том, как буду создавать это видео, сам сценарий, в какую сторону буду клонить. Но сложно, потому что середина звучит детальненько. Всякие инструменты, которые связаны с серединой, они прям натуральные, вроде как и детальные. Но голосу не хватает, с одной стороны, какой-то вот прям совсем уж достоверности, чтобы вот было чувство, что вот это живой голос звучит в твоей голове. И с другой стороны, какой-то разборчивости, агрессивности. Ну вот есть две такие противоположности. Когда всё очень сильно натурально и когда всё прям очень сильно детально. Оно вроде как посерединке, но какого-то небольшого сдвига акцента его не хватает. Поэтому и середина воспринимается хорошо, потому что, ну, каких-то прям косяков в ней нет. Но и нет той вот прям фишечки, за которой середина бы прям очень сильно понравилась. И высокие частоты глобально без проблем. Для своих там 80 долларов они звучат адекватно, нормально уходят в глубину. Ну, там, естественно, нет никакой мути, никакой грязи, проблем с сибириантами. Они находятся приблизительно на своём месте и уже формируют такую около нейтральную подачу. Когда это и не какое-то агрессивное там высокочастотное и не тёмное, а просто около нейтральное. Да, есть небольшой такой уход в музыкальность, но он сделан очень и очень аккуратно. По итогу настройка у звучания вот вроде как хорошая, но есть все эти нюансы, связанные с ТА3. Потому что ТА3 по памяти звучат приблизительно так же, стоят дешевле. Визуально мне нравятся больше, потому что это уже как такой закос под фокал. А фокал просто великолепно умеют в дизайн. Те наушники у меня прекрасно сидели в ушах, и ты думаешь, вот, ну а зачем тогда ТА4, когда есть прекрасные тройки? Опять же, это всё субъективно. Если бы они были у меня одновременно и тройка, и четвёрка, то можно было бы делать какой-то вывод. А так и ругать их, в общем-то, не могу. Это хорошо настроенный звук, это наушники, над которыми действительно работали и пытались сделать их великолепными за свою стоимость. И вам кабель хороший, и коннекторы съёмные, и, в общем-то, адекватной эргономикой. Я не понимаю, почему они не садятся именно в правое моё ухо, хотя другие наушники садятся. Вряд ли они станут прям лидерами своего сегмента, но это однозначно те модели, которые... Та модель, которую я могу советовать на консультациях, которая будет находить своих слушателей, и объективно прям жёстких каких-то недостатков у них нет. А сильные стороны всё-таки присутствуют. Поэтому, если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании вы сможете их найти. И на этом у меня всё. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч!